Ну, давайте тогда посмотрим самый популярный видос Булжадя. Самый популярный. Я его не смотрела, я его не знаю. 6 миллионов просмотров. Надеюсь, что-то интересное. Запрещен был, на твиче? Ну, ладно. Хрен с ним тогда. Я не читер. Странеры немного парадоксальны. Читы, как мы привыкли думать, существуют для людей, которые не хотят тратить время на развитие навыков, но хотят получить всё и сразу. Окей. Ведь запретил симулятор убийства похищений японских школьниц. Ага. Игра, в котором бурлям психически не уравнуешь в японской школьнице. Понятно. Ну, ладно. Но чтобы хорошо читерить в спидранах, тебе нужно быть чертовски хорошим спидранером. Только зная тонкости игры и потратив на неё сотни часов, ты сможешь обмануть большинство. Именно поэтому за спидранерами-рекордсменами так пристально следят. Их высокие навыки и знания игры позволяют им понять, где можно читерить так, чтобы этого никто не заметил. Яркий пример – скандальный забег Дрима, о котором я рассказывал. Большинство до сих пор не понимает, где конкретно Дрим считерил, и читерил ли он вообще. Потому что объяснение этого занимает несколько листов с формулами высшей математики. Только из лучших спидранеров получаются лучшие читеры, которые как фокусники смогут обдурить почти всех. Но всегда найдётся один человек, который по партителям дыма из-под колёс мотоцикла, аудиодорожки или даже по одному бахвальному комментарию на ютубе сможет понять, что перед ним нечестный забег. Повезло, повезло. Случаи читерства нередки, и только самые сложные из них становятся горячей темой для обсуждений в среде спидранеров. Очевидные примеры журничества уже давно не... Кто из вас читит, признавайтесь? Э. Никто не обращает внимания, но... Эй, мистер Симпай! Холи, ты меня бьёшь! Но бывают исключения. Спидран... Вообще, что за такие вот у нас отношения получаются? Просто берут и пиздят меня! Тут уж... Симс на бабки читерил. Да ладно, это ж классика. Все знают Кот Мазерлот. Хе-хе-хе. И Макс Матиллос. Да, я его так называю. Ну что? Да, тихо! Симс на бабки читерские. Симс на бабки читерские. Настолько удивительно некомпетентные во всех отношениях, что никто не знает, как к этому относиться. Всего... Мазерлорд. А ну почти. Нет, один на... На удовлетворение всех потребностей. Твое любимое. А второй... На... 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 Деньги. Хвать! Сегодня поговорим об одном из таких. Самым фейковым, самым тупом, самым читерском спидране, который уже стал легендой и породил пародии от самих... Коды в GTA это же очень классика, правда я не играла, но я видела как работают коды в GTA. Спидранеров. Этот спидран еще давно разбирал Карл Джобс, так что основную информацию и нюансы читерства я взял из его видео. Можете перейти и накинуть ему лайков, потому что это настоящий шедевр, мимо которого я не мог пройти. Подписывайтесь, чтобы узнавать новую игровую индустрию и поддержите лайком канал, ведь с вами был Джать и мы начинаем. Воровство и взломы спидранов это меньшие зол, на которые способны люди с компьютером в руках. Многие из вас сталкивались с мошенничеством по телефону, на кого-то брали кредит, у кого-то отжимали аккаунт в игре или хотя бы электронную почту. Так вот с 20 по 21 мая пройдет форум позитив... Понятно. Нет, уже поздно, уже прошло время. ...настали хайповой темой... Че реклама-то? Уже все поздно. ...на ютубе. А там, где есть хайп, там появляются каналы с такими названиями, как Бадабун. Какого рода контент может находиться на канале, названном Бадабун, даже не надо гадать. Новости про Путина здесь соседствуют с теорией по ОМОН КАС, гаданием по картам Таро, домами с приведениями и интереснейшими фактами из Википедии. Но стержнем Бадабуна являлись разоблачения неверных, где у парочек отжимали телефоны, листали переписки и выводили изменников на чистую руку. Этот формат пригнал основную долю людей из 44 миллионов подписчиков и сделал Бадабуна... Как ты посмел, тварь! О, нет! Он узнал все обо мне! Развод... Бадабун с самым популярным мексиканским ютуб каналом, который, конечно же, уже мертв. Появление спидрана в таком месте, как Бадабун, где есть вообще все форматы, совершенно неудивительно. Удивительно то, что в Бадабун на что-то рассчитывали. Как мы уже поняли, обычному зрителю часто сложно понять, читерил ли спидранер или нет. Но здесь буквально все пропитано фальшивостью настолько, что начинаешь задаваться вопросом, какой Бадабун головного мозга должен случиться, чтобы родить это. С первых кадров на месте спидранера нас встречает Тава Бентакур. Один из... Привет! Когда стримерша узнала, что у тебя сегодня фан с другой стримерши... ТВАРЬ! ...из говорящих лиц Бадабуна, который умеет гладить щеночков, много щеночков, общаться с девушками, называя дискомфорту зрителя. Гладить девушек, еще он, видимо, известный певец, у него актерская карьера. И, конечно же, такой человек умеет мастерски проходить игры на скорость, кто бы сомневался. Тава Бентакур оказался темной мексиканской лошадкой, который, несмотря на всю свою занятость, неожиданно для всех нашел время на Супер Марио Бразерс... Я надеюсь, это не была какая-то очень подозрительная шутка. Супер Марио Б, первая игра, в которую моя матушка играла. Кстати, она до определенного момента думала, что Марио создали мексиканцы, а не японцы. Не, ну логично, почему она так думала. Но вообще забавно, что у тебя мать, в принципе, играла в игры. Мою мать в игры вообще никак не затащишь. Она вот таким глазами на меня посмотрит и такая скажет... Ты че, ебанутая, блядь? И добился результата в 5 минут 12 секунд, что хоть и не рекорд, но хороший результат. А то, как расслабленный он это делает, дает понять, что он даже не парился во время забега. Его пульс в самые напряженные моменты не достигал 90. Спидран еще даже не начался, а уже сыпется. Один единственный кадр дает понять, что люди, создавшие это, не понимают, как устроены спидраны. Они просто копируют внешний вид. Почему мексиканцы? Потому что его зовут Марио. Спидранер в кадре, потому что так у других. Таймер явно наложенный через премьер про, потому что таймер это, видимо, важно. Имитация пульсометра, который знает только три цифры, 80, 85 и 89, здесь существует потому, что у некоторых спидранеров зачем-то есть пульсометр. Или это не мексиканские. Единственное, что Бадабун добавили сознательно, тем самым став новаторами сферы спидранов, это пицца с колой. Они станут важной частью спидрана позже. Если вы подумали, что до первого явного фейка нужно подождать, то вы не знаете Тава Бантакура. Первая секунда спидрана. Марио использует быстрое ускорение, прыгая спиной вперед. Крайне сложный прием, который не используют даже рекордсмены, потому что нужно прожать влево и вправо почти одновременно. Но помимо того, что Тава умудрился совладать со сложнейшей техникой, так еще он делает это на классическом NES-овском геймпаде, на котором эту технику невозможно воспроизвести из-за кристовины. Можно, конечно, предположить, что забег на экране выполнен компьютером еще в 2008 году, но много ли мы знаем о Мексике? Быть может, там выращивают лучших спидранеров-актеров? А, стоп, это же даже не шутка. Буквально через 5 секунд Тава загоняет Марио в трубу, и мы видим мексиканскую математику. Тава собирает 11 монет, в то время как счетчик показывает, что собрано 12. Стоп. То есть тут уже 2 спидрана. Тава Бентакур украл у компьютера забег, и, видимо, не знаю, опасаясь нападения Скайнета, он украл другой забег, кропнул его и наложил его поверх первого, чтобы никто не заподозрил обман. Это гениально настолько, что я не понимаю, зачем он это сделал. Весь уровень – это один и тот же забег, кроме пещеры с монетами. Я не могу додуматься, как это мешает определить, какой забег был сворован. Более того, это дает понять, что было своровано 2 забега, а не 1. Это как обворовать банк и оставить сворованные 100 рублей другого банка, чтобы никто не заметил воровство. И ладно, если бы Тава не справился с одной только математикой. Много ли мы знаем мексиканских математиков? Но он даже просто не смог обрезать и выровнять два видео. Невооруженным глазом видно, как кусочки одного спидрана накладываются на другой, а счетчики появляются позже, чем все остальное. Марио так не работает. Тава доходит до конца уровней, скидывает опускание флага, что невозможно человеком в том виде, которое мы видим. Чтобы сделать флагпол, нужно выполнить определенную последовательность прыжков и упасть к самому основанию флага. Но у Бентакура нет времени учить прыжки. У него еще съемки депрессии для мертвого канала, поэтому он машиной добирается до флага и отмечает победу над первым уровнем с сытным обедом. Кто этот человек, который добавил еду в спидран, для какой цели? Тава настолько экономит время, что его остается на пожрать? Тава тренировал тайминги приема пищи во время спидрана? Это выглядит настолько неуместным, но настолько забавно, что спидран с этого момента становится даже хорош. Дальше начинается второй уровень. И что бы вы думали? Это совершенно другой спидран в исполнении Дарби, на известного бегуна Марио. Понять это можно по глячу с полосами, которые были у Дарвина, и в спидран Тава они переехали в полном составе. Но ладно бы только это. По какой-то причине этот уровень так же кропнут, и счетчики не соответствуют остальному экрану. И ладно уж Тава не обязательно знать, что Марио не должен исчезать, когда он запрыгивает на верхние блоки, но платформы, калашматящие в пространстве он-то заметить мог. В чем его проблема? Я не могу понять смысла. Пытаясь скрыть воровство, он делает только хуже. Но много ли мы знаем о Мексике? Возможно, это две обрезанные страны, наложенные одна на другую, а мы думаем, что это одна. Когда Тава прыгает в трубу, счетчики наверху пропадают раньше, чем остальной уровень, давая понять, что верх экрана принадлежит компьютеру, ведь он закончил уровень быстрее, чем человек. Этот сетап будет важен для финального панчлайна. Уровень 4.1 снова ТАСовский, компьютерный. И что удивительно, в этот раз он, похоже, не обрезан и ставлен полностью. Тава создает правила и сам же их нарушает. Настоящий бэтбой. В чем, блин, тайна обрезанных видео? Вызывайте Нэнси Дрю, тут загадка века. В чем смысл их существования? Мне это не дает покоя. Видео кропают там, где это совершенно не имеет смысла. И снова отточенными движениями Тава превосходит человека, делая флагпол. И тут неожиданный поворот истории. Его предает пицца. В переходе между уровнями, пицца соблазняет Тава своим ароматом. И он уже заносит руку, чтобы отведать сочный кусочек теста. Но Тава накрывают сомнения. Должен ли он кушать? Или он не успеет включиться в игру? И совершенно неожиданно для Тава начинается новый уровень. Любой другой растерялся бы на этом внезапном моменте. Но Тава Бантакур, как настоящий спидранер, с холодным спокойствием принимает вызов судьбы. И показывает очередной класс. Какая драма? Какой наквал страстей? За оболочкой спидрана скрывается остросюжетный фильм об отношениях человека и еды. А какая актерская игра? Как он отыгрывает превозмогание? Сколько харизмы в этих уверенных покачиваниях головой? Там много чего было... Чего? Я не буду это читать. У Тава всегда все схвачено. Даже то, что он как мастер спидранер не знает, когда в Марио запускается уровень, не заставило его дрогнуть ни единым мускулом. Новый уровень, новый спидран. Так заведено в Мексике. Тава переигрывает Кристофера Нолана, запуская спидран в спидране. Если бы не шуточная фраза о матушке про ускоряющий пинок, она бы это, кстати, никогда бы не узнала. Ибо тогда я сказала про Соника, которого ошибочно он тогда называл персонажем с компанией Нинтендо. Хотя на самом деле он создан компанией Сега. Так там же всегда в начале Сега. Купец, ну ты как так мог вообще? Знает, когда это закончится. Теперь на экране находится ран Космик Ди, еще одного известного Марио Бегуна, что можно понять по идентичным щелчкам кнопок. И вы догадались, здесь также кропнуто видео поверху, только на этом моменте монтажер, видимо, был на последнем издыхании. Он умирал, но продолжал монтировать. Возможно, он обрезал каждый кадр вручную, потому что на уровне 4.2 ему было уже абсолютно наплевать, как два видеоряда стыкуются между собой. Здесь вылетает монетка. Ты насырась. Как он мог? Да, вообще ужас, Сахарок. Которую никто не выбивал. Здесь кузочки блоков появляются намного раньше, чем сами блоки. Здесь еще один блок взлетает ввысь, потому что компьютер так захотел. А переход на облачный этап занимает куда меньше времени, чем другие переходы. Хотя, честно, мы тут все немножко монтажеры Бадабун. Нам ли не пофиг? Че там дальше? А дальше внезапно без сюрпризов. 8.1 это обычное ТАС-видео, даже без кропа. И наверняка... Один вопрос. Тут написано Бадабан. А где кролик? Братан, это косяк. И не будьте спидранером, хардкор-геймера. Да, все. Это было добавлено для передышки. Ведь дальше случается самый волнительный момент всего спидрана. Переходя на уровень 8.2, Тава пьет колу. И у него падает крышечка. Вот это событие стало для Тава самым напряженным и эмоциональным за все время спидрана. Вот уж чего-чего в своем отточенном пробеге он не ожидал, так это крышечки, предательски выпавшие из рук. Любой другой упал бы в обморок, но судя по картинке пульсометра, нервы Тава приняли этот удар как закаленная сталь. На 8.2 нас снова встречает ран компьютера, но есть... Блин, хочу себе тоже пульсометр, по приколу. Но-но. Там, наверное, будет 150. Здесь любой может заподозрить, что Марио управляет компьютер, а не человек. Чтобы вот так вот прыгать задом, нужно каждый прыжок делать с идеальным таймингом, а Марио пропрыгивает так целый уровень, что для человека нереально. Мы, конечно, много не знаем о мексиканских спидранерах, но если Тава хотел сделать свой спидран более человечным, вставляя забеги Дарбиена и Космика, то вставлять целый уровень явно пройден... Вообще ж, трус спидранера делают две камеры, получается. Одну на себя, вторую на руки. Типа он уже в этом моменте проебался, понимаете? ...на компьютером как-то не вписывается в эту схему. Как я узнаю, как именно ты нажимаешь на кнопочки? Другие обрезанные спидраны, что это дает? Зато смотрите, как Тава точно рассчитал время, когда нужно уверенно кинуть головой. Настоящий спидранер, за это и пиццы бахнуть не грех. А эта чертова крышечка не дает ему покоя больше, чем спидраны встроенной спидраны. Что с ним не так? 8-3 также обходится без изысков. Остаются последние уровни в замке Боузера. На этом моменте у остальных спидранеров пульс шалит в пределах 130. Но Тава, которого не приняла даже упавшая крышечка и предательство пиццы, остается горячим снаружи и холодным внутри. В замке нас встречают обрезанные рыбы, другие рыбы вылетающие из ниоткуда и сокращенные переходы между трубами. Здравствуйте, кропы! Мы по вам уже заскучились. На подводном этапе Марио разрывает между двумя состояниями, потому что компьютер в вечном быстром ускорении, поэтому его тело смотрит сразу в две стороны. Почему вообще его сердце бьется, то 85, то 89 прыгает? Это что, тоже фейк или что? Здесь можно просто зажать вправо, и Марио будет двигаться с той же скоростью. Тава это безусловно знает, просто он хочет помучить Марио и скручивает ему торс. И вот он Боузер, последний босс. На сверхчеловеческих усилиях Тава делает невозможные перфект джампы, обрушивает мост и скидывает Боузера в лаву. Еще две секунды Тава не может понять, закончилась ли игра, и только после этого его пульс учащается до невероятных 93. Просто для сравнения, пульс у других спидранеров, поставивших рекорд, подскакивал до 160. И даже здесь, когда игра уже закончилась, мы снова видим подмену футажа. Цветы расположения объектов немного меняются. Зачем? Отстаньте, я сам хочу знать. И естественно Тава, как хороший актер, показывает самую реалистичную эмоцию победителя за все время существования спидранов. А вот и панчлайн. Финальное время забега Тава 5 минут 12 секунд. Но давайте просто посмотрим продолжительность самого спидрана прям на ютубе. Отчет начинается примерно на седьмой секунде, а заканчивается примерно на 5 минут 3. То есть, реальное время прохождения спидрана примерно 4 минуты 56 секунд. А это так-то мировой рекорд. Слава богу, что у Бодобуна хватило ума не делать спидран Марио на 4 минуты 56 секунд, потому что этот результат сразу попал бы в тройку лидеров и привлек бы ненужное внимание. Это же объясняет желание отредактировать видео и своровать другие спидраны. Но маленькая проблема в том, что это просто не работает. Какой смысл воровать спидраны, обрезать их, накладывать один на другой, если длина спидрана не изменилась? Наложенный в премьере таймер по гайду из интернета, показывающий 5.12, единственное, что действительно может обмануть зрителя. Но при этом он вообще не работает. Почему 5.12? В чем смысл Кропа? Можно же было просто соединить разные уровни из разных спидранов и выглядело бы менее воровато. Потому что, стараясь непонятным способом скрыть воровство, Бадабун своим монтажом указали, что они самые печальные воры спидранов в мире. И вот что это вообще было? Ну зато у них 44 миллиона подписчиков, понимаешь? А у тебя сколько? Ну всего один. Вот-вот и разница. Они наябывают, а мы сидим совсем к хуи. Да, братан, ты косяк, не будь тебе спидраня... А, ты... Я читала уже. Если Бадабун хотели сделать целую рубрику про спидраны, почему они не пригласили спидранеров? Если они хотели просто обмануть свою аудиторию, то зачем они так парились над видео? Они могли просто вставить целый спидран другого спидранера, но они подогнали таймер. Нарезали видео, наложили одно на другое, вообще не руководствуясь логикой, добавили пиццу и колу, и поставили человека, которого легко представить спидранящим секс с девушкой, но не игры. И это не было пародией или Стёбом над спидранами. В описании нигде это не указано. Ссылок на используемые забеги нет. Да и весь процесс подавался крайне серьёзно. Тем более в этом году... Что у нас есть? Ну я поздравляю тебя с этим приобретением. ТАВА БАНТАКУР А у них что? А у них сиськи. Выкатил ролик с извинениями, в котором решил объяснить всю ситуацию. И смотря на это извинение, понимаешь, что у ТАВА реально... А чё за... Какой смысл извиняться? Просто сказал, чуваки, блядь, да это рофл. Вы чё, угораетесь, что ли? Типа ха-ха за скамил придурков. Всё, блядь. Нет, надо извиняться. Ты чё, придурок, если ты извиняешься, ты проиграл. Понял. Ой, блядь, глупая, ничего не понимает. Или может быть у них там другая культура у этих иностранцев, блин, что сразу изменяешься? Ну такое... Спидеран пробурки. Подобун терминальной стадии. Извинения ТАВА обосновал по-голливудски, тем, что он волнуется за свою карьеру актёра и певца и разгребает ошибки прошлого, чтобы ничего не мешало ему двигаться дальше. ТАВА обошёлся своим видео без слёз и начального вздоха. Но зато добавил в извинения 5-секундную реакцию на свой же спидран. Потом он задорно сказал, что был неопытен и... Бля, в реакции у него больше эмоций, кстати. ...стремился только за просмотрами и славой, поэтому и сделал этот спидран, стараясь выехать на хайповые теми, не думая о чувствах геймеров. А потом он сказал извини. Плазменными буквами со звуковым эффектом. Он вообще каждое своё предложение сопровождает плазменными буквами. Надеюсь, он так и в реальной жизни извиняется. Я бы посмотрел. Это хайпово-молодёжно-мейнстримное извинение, которое не звучит как извинение и которое выглядит так, будто он хочет выхватить... А ну хай он вообще извиняется. Единственное, что можно понять из этого извинения, это то, что ТАВА три года назад выкатил свой спидран на полном серьёзе, думая, что никто ничего не заметит и не поймёт. Бадабунт. Но я ему даже благодарен. Чтобы создать нечто столь тупое и подать это с таким серьёзным видом, нужен определённый склад ума. Спидран ТАВА не оставил равнодушным кажется никого. На него делали пародии даже спидранеры, у которых ТАВА своровал. А ту на... Спидран по Марио равняется хайп. Ну да, хайп среди спидранеров по Марио. Ивную глупость, с которой спидран был сделан, можно засовывать в учебники по спидрану, как яркий пример того, как делать не надо. Это великолепно. Спидран Бадабуна заставил меня... Вот вы хотите посмотреть, как я мучаюсь, прохожу Марио? ...мияться и надеюсь, вы разделили эти эмоции со мной. А пока у меня... Ну, у меня эмоции, ну типа... И чё? Ну типа... Наебал, наебал, ахаха, азаза. Ладно, лайк. Обычная жизнь обычного мексиканца. Спасаешь щенков, в свободное время вьёшь мировые рекорды. Хули нет? Вы не понимаете, настолько быстро спидранил, что его таймер ускорился на 20 секунд. У него просто хороший кеймерский стул. Ага. Особенно после пиццы. Спидран, спидран. Ну да, на x2 поставить видос. Даже в коле сахар фейковый. Как же так? Как же так? Посмотрим выпуск шоу Тел за проигрую кролев. Не знаю, кто это. Тел подтянулся за пиццей. Ну да, извини, что без стука. В общем, мы с вами бежим на 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 дискорд. Вот. Так что, жду вас там. Будем заниматься некоторыми вещами. Кто не прошел, ну блин, сорян. На твиче этого не будет явно. Вообще, а все, кто не пришел, всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Сейчас пять минут и начну стрим в дискорд. Та!